А еще считалось, что янтарный камень, кстати, в России его называли алатырь или латырь-камень, что он обладает своей душой и своим голосом. Я вам показываю вот такое кольцо, которое мне уже пропело, что оно хочет быть обязательно в гарнитуре с серьгами солнечный янтарь. Это самое крупное предложение. Вот если вы думаете, что у нас еще янтарь еще появится, будет крупнее, будет заметнее, нет. Это самое крупное предложение. Это предложение также закончится быстро, потому что наши 27 миллионов телезрителей однозначно захотят себе это кольцо в шкатулку. Но мы же хотим, чтобы украшения были еще индивидуальные. Именно такие партии позволяют вам всегда подчеркнуть свой индивидуальный вкус и характер. Мерю также здесь янтарь, а здесь янтарь даже вот так же, да, 2,5 сантиметра, ровно такой же, как и в серьгах. И, кстати, вот это солнечный оттенок, не зря его называют золотом Балтики, не зря наполнен, абсолютно пропитан солнечным светом этот камень. Кстати, обращаю ваше внимание также на то, что здесь включения видны, и вот они уже немножко другие. Они уже немножко индивидуальные, согласитесь, здесь уже сразу какое-то творчество видно. И вот я вам хотела рассказать также еще легенду, которая в России была по поводу этого камня, что янтарь обладает голосом. Но только люди с самой чистой душой могут услышать пение янтаря. А еще в том числе и мастера-ювелиры, которым янтарь подсказывает, какую обработку он ждет, в какую ювелирную форму он хочет быть облачен. Здесь явно песня была сложная, здесь была целая ария, потому что вот такие витиеватые украшения, они невероятно смотрятся, невероятно подчеркивают блеск и красоту. Крупные, крайне крупные янтарные вставки очень ценные. И я хочу отметить, что стоимость такого янтаря, кстати, бывает иногда более 5-6 тысяч рублей только за вставку. Я знаю, женщины, которые действительно коллекционируют янтарь, явно мимо этого украшения не пройдут. Оно стоит того, чтобы быть в коллекции ценительницы.